Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадурин, я автор более 110 книг по развитию обучения детей. Меня часто спрашивают про гиперактивность. Вообще, что это, опасно ли и нужно ли лечить? Давайте в этом видео подробно разберемся в этом вопросе. Если хотите полностью разобраться в вопросе гиперактивности, то обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, давайте для начала разберемся, кто такой гиперактивный ребенок и как эта гиперактивность проявляется. В интернете огромное количество информации, многие родители очень много читают, разбираются и вообще ставят своему ребенку диагнозы без врачей и точно решают, что у их ребенка гиперактивность. Смотрите, что из себя это представляет? Во-первых, ребенок чересчур активный. Что это значит? Он не может усидеть на месте, особо ярко проявляется в начальных классах. Во-втором, когда ребенок только идет в школу и ему нужно просидеть эти 45 минут, и ребенку приходится сидеть, он не может усидеть, он ворочается, встает, дергает соседей и так далее. Ну и говорят, что такой ребенок гиперактивный. Многие родители ошибочно думают, что ребенок просто чрезмерно активный, у него много энергии. В реальности все с точностью наоборот. У такого ребенка, наоборот, мало энергии. То есть у него не хватает энергии мозга, если так можно сформулировать, да, для того, чтобы контролировать свои позывы, свои желания встать, подергаться, помучать соседок. Как еще проявляется гиперактивность? Это чрезмерная речь и нарушение чужих личных границ. Ну, то есть ребенок не понимает, какие личные границы у другого ребенка или у взрослого, да, дергает, что-то говорит не в попад, не контролирует свою речь и так далее. Это тоже такое проявление гиперактивности. Следующий момент проявления гиперактивности – это неспособность нормально воспринимать чужую речь. Ну, то есть вы что-то говорите ребенку, что-то ему объясняете, а можно, соответственно, охарактеризовать то, как он воспринимает информацию, как горох о стенку, да. То есть он вроде как слушает, но абсолютно не усваивает. То есть у него какие-то свои мысли, он вот в них. А на вашей речи не может сконцентрироваться. Следующее, что очень часто замечают и родители, и педагоги – трудность в выполнении задач, которые требуют какую-то более-менее серьезную концентрацию. Это обычно какие-то школьные задания. То есть для того, чтобы их выполнить, ребенку нужно сконцентрировать свое внимание на 10, 15, 20 минут и вот усилием воли удерживать свое внимание и выполнить это задание. И для ребенка это становится непосильной задачей. Следующий важный момент – это неспособность контролировать свои эмоции. Ну, то есть ребенка может кидать в какую-то чрезмерную радость, когда он не может хохочет, не может остановиться. И это не про то, что не давать ребенку веселиться и развлекаться, да. Либо ребенок может впадать в агрессию, в апатию. То есть не может контролировать свои эмоциональные состояния и, соответственно, глубоко в них увязает. Ну и следующее, что является таким следствием предыдущих пунктов – это проблемы в общении, во взаимодействии как со сверстниками, так и с взрослыми. Почему? Потому что ребенку, который своими эмоциями не владеет, который их не контролирует, который не может усваивать речь нормально, да, потому что в своих мыслях летает, ему тяжело дается взаимодействие и происходят какие-то конфликты, недопонимания во взаимодействии с окружающими. Теперь давайте разбираться вообще, лечится это, не лечится, нужно лечить или не нужно. Во-первых, нужно понять, что детей с реальным СДВГ, то, что называется синдром дефицита внимания и гиперактивность, то, что является именно диагнозом медицинским, да, то есть в МКБ, по-моему, МКБ-10, международный классификатор болезней, это прям как болезнь отдельная выведена, таких детей достаточно мало. В основном гиперактивность родители или учителя ставят как-то вот самостоятельно, да, исходя из того, что ребенок невнимательный, ребенок часто отвлекается. В общем, в своем это просто проблемы с вниманием и проблемы переходного периода. Переходного периода, когда ребенок пошел только в школу, в первый, второй класс, ему достаточно сложно перестроиться с игровой деятельности, у него до этого была в основном игровая деятельность, да, в детском саду, к школьной деятельности, когда ему вот надо 45 минут сидеть в классе за уроками, дома выполнять какие-то домашние задания, да, вроде как в первом классе не задают домашние задания, но все равно кто-то что-то задает, и ребенку нужно вот сконцентрировавшись делать конкретную работу не тогда, когда он хочет, а тогда, когда надо. Чаще всего это проходит само собой. Если вы видите вот эти проявления, да, причем яркие и само собой это не проходит, то рекомендую обратиться к неврологу и уже с врачом это, соответственно, вместе прорабатывать, лечить. Есть определенные медицинские процедуры, определенные медикаменты, которые позволяют это лечить. Но это не моя компетенция, соответственно, это с врачом. Я здесь вам расскажу конкретные приемы и упражнения для тренировки внимания, для того, чтобы через развитие мелкой моторики, через нейропсихологические упражнения эту проблему минимум скорректировать, ну а чаще всего даже решить. Кстати, у меня есть целый большой вебинар, который посвящен именно гиперактивности, именно проблемами СДВГ и как сделать так, чтобы эту проблему решить, а главное повысить успеваемость. Называется «7 причин, которые мешают ребенку хорошо учиться в школе». Под этим видео есть ссылка, можно зарегистрироваться и абсолютно бесплатно его просмотреть. Будет огромное количество полезной информации. Прям берите блокнотик, ручку и, соответственно, записывайте еще множество-множество упражнений. Итак, какие упражнения можно и нужно делать? Моё любимое – это нам потребуется вот такой листочек А4, можно черновик, делим пополам. Ребенок сидит или стоит, ручки впереди. И нужно сжать эти листочки одновременно двумя руками, а далее выпрямить. Что-то такое должно получиться. Почему суперполезное? Потому что независимо друг от друга работают обе руки, причем каждый раз это упражнение выполняется по-новому. Мы каждый раз сжимаем листочки по-разному и каждый раз пальцы наши делают разные упражнения. Вообще, один из лучших методов тренировки внимания борьбы с гиперактивностью – это вот асинхронная гимнастика. Так называемая почему асинхронная? Потому что одна рука у нас делает одно движение, а другая рука делает другое движение. Начинаем с какой-нибудь синхронной, например, вот с пальчиками. Мы соединяем большой и мизинец, большой и безымянный, большой и средний, большой и указательный. А дальше асинхронно большой и мизинец здесь, а здесь большой и указательный. И вот так. И потихонечку ребенок ускоряется. И любые другие упражнения мы придумываем. Одной рукой делаем вот так, другой вот так и тоже меняем. У меня хорошо получается, в реальности максимально полезны эти упражнения, тогда, когда у ребенка не очень хорошо получается. И вот во время этой тренировки, во время того, как он обучается этому упражнению, внимание очень хорошо тренируется. Как и когда делать упражнения? Во-первых, делаем их 2-3 минутки, этого вполне достаточно. Ребенок садится за уроки, начинается упражнение. Выполняет уроки 15-20 минут, пока уровня внимания хватает. Дальше делаем 3-4 минутный перерыв, пару минут делает ребенок упражнение, пару минут там ходит, дальше садится заново за уроки. И это вот классный способ тренировать внимание, и классный способ помочь ребенку делать домашние задания и концентрироваться. И со временем способность ребенка долго концентрироваться, внимание ребенка достаточно до хорошего уровня разовьется, и проблема пропадет сама собой. Ну и если вам было полезно это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, и встретимся в следующих видео. С вами был Шемель Ахмадурин, пока-пока.